22 апреля МИР отмечает Международный день земли. Он призван привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды. С этой целью программа развития ООН и продовольственная сельскохозяйственная организация ООН провели на столичной набережной экологическую акцию. Сотрудница ФАУ Юлия Козлова отмечает, что для организации день земли является важной датой. Мы подготовили эту акцию совместно с ПРООН, чтобы отметить день земли или как его называют в ООН день матери земли, который ежегодно отмечается 22 апреля. Цель данного праздника привлечь внимание к проблемам экологии, таким как изменение климата. С 2016 года ФАУ активно работает над сохранением эндемичных видов, над уменьшением использования пестицидов и над сохранением почвы. Сотрудница ПРООН Анжела Патарай подчеркивает, что в день земли особенно хочется напомнить о важности сохранения гармонии между человеком и природой, необходимости вести более экологичный образ жизни, беречь природные ресурсы и экосистемы. Мы тоже в своей акции хотели привлечь внимание широкой общественности, молодежи к этому мероприятию. Может быть это станет традицией, может быть многие ведут в привычку высадку растений ежегодно. Не обязательно в этот день, но может быть приурочивать это к каким-то хорошим событиям. ПРООН занимается очень разной, различной сферой проектов. И одна из сфер это борьба с очень сейчас такой вот актуальной проблемой климатических изменений, климатических рисков. Доктор биологических наук, академик Сергей Бебия, который поддержал совместную экологическую акцию ФАУ и ПРООН, отметил, что природа и земля нуждаются в помощи человека, а подобные акции необходимо проводить гораздо чаще, убежден ученый. Несомненно, земля Абхазская нуждается в помощи, в спасении, в полном смысле этого слова. Потому что, к сожалению, человек настолько, так сказать, относится к этой земле неразумно, что земля сама может наказать нас всех. Вот сегодня я вернулся с Сочамчильского района. Больно было смотреть. В районе Кинге посажены еще в 60-х, в начале 60-х годов, великолепные эвкалиптовые рощи. Подожгли, горят эти леса, горят эти самые площади. Ну что же такое, что за несознание? Они специально это делают неосознанно. Если бы они осознавали, насколько они приносят вред земле и природе нашей, они бы этого не делали. Поэтому очень важно ваше самое, не только такое узкое мероприятие, но выступать в эфире, пропагандировать об охране нашей земли, нашей природы. Для посадки выбрана сирень. Сорт – сенсация. Место высадки – парк перед Национальной библиотекой Абхазии. И сорт, и локацию выбрали специалисты администрации города, которые поддержали экологическую акцию. Я с удовольствием просто за такое дело, которое вы сейчас делаете. Я хочу вам сказать огромное спасибо, потому что природа дает нам жизнь, а давайте мы природе поможем стать бесконечной. Я хочу всех вас отблагодарить за такое благое дело. Девочки, вы молодцы. Вот мы очень долго с ними ходили, выбирали место. Ну, это хорошее начало. И я очень верю в то, что наш красивый город будет еще красивее, а дальше и наши районы, и города. Как правильно высадить сирень, чтобы не повредить корни, и саженец быстро принялся, экоактивистам и сухумцам рассказал и показал академик Сергей Бебе. Так должно быть, чтобы корневые системы к плотной стене не прикасались. Это очень важно. Дальше. Глубина для этой достаточно. Необходима рыхлая почва. Необходимо сюда добавить немного для дренажа, обломки кирпича, гравий, песка немного. Поворачиваем ее вниз головой. Доктор биологических наук отметил, сирень – дерево неприхотливое. Растет быстро, цветет, сенсация – пышно, красиво и ароматно. Единственное, надо каждой весной обкапывать. Так, благодаря Дню земли и экологической акции ФАО и ПРООН на столичной набережной у главной библиотеки страны появилась целая аллея сирени, которая уже через несколько лет порадует цветом и ароматом всех, кто будет прогуливаться в этой части набережной.